В отраве более 500 человек прикованы к инвалидной коляске, но для них не созданы условия для беспрепятственного доступа к социальным объектам. В целях урегулирования этих вопросов с помощью местных спонсоров в регион были приглашены белорусские специалисты. Квалифицированные психологи, проводя лекции для особенных людей в разных направлениях, отвечали на волнующие их вопросы. Кроме того, в ходе трехдневного тренинга они обучали методам реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Люди с инвалидностью, именно со спинномозговой травмой, имеют проблемы, такие как, выйдя из больницы, многие лежат дома годами и не знают, как быть самостоятельным, как вести независимый образ жизни. Такой практики у нас нет в Казахстане. Эта практика хорошо используется шведами. Это шведская методика, которую используют у себя долгие годы именно белорусы. Поэтому мы пригласили своих коллег из Белоруссии, людей, пользующихся инвалидными колясками. Именно они, как тренера, обучают нас, а также наших волонтеров, для того, чтобы мы в дальнейшем, обучившись, помогали другим таким же людям, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Я бы, наверное, не говорила конкретно о различиях. Я бы говорила о этапах развития. Да, этапы развития. Мы каждый раз совершенствуем какое-то дело, и делаем его все лучше и лучше. И вот что касается людей в инвалидных колясках, да, согласитесь, что государство и ваше, и наше, соответственно, сделало очень много для того, чтобы человек смог в больнице, максимально его врачи привели, чтобы в порядок, чтобы он максимально вышел и смог, так сказать, себя чувствовать хорошо. Вот. Потом следующий этап его в жизни наступает – это бытовой, да, то есть человек в инвалидной коляске, он ее, грубо говоря, никогда у нее не сидел, никогда ее не трогал, он не знает, как с ней поступать, как жить, как одеться, как раздеться, как с коляске на кровать пересесть и так далее.